Представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Иван Позынович. Скажи, с чего начался твой боевой путь? Мой боевой путь начался с 2014 года, с 21 мая. В ополчение записался еще чуть раньше, получается, где-то за месяц, наверное. Ну, так как не давало мне, в принципе, выехать в работу. Но события в Славянске уже происходило. Как-то не мог я бросить это все. Ну, и 21 числа все-таки я плюнул на все. И пошел в Ага, добровольно поехал в Славянск. Попал в первый же день, я попал в вечер уже в поселок Семеновка. Ну, а-да, в принципе, Славянск не так. Именно Семенов, а был центром противостояния украинской армии. Ну, и буквально в следующей неделе я попал в командир уже в будущем. На тот момент он еще, конечно, не был такой легендарный. Попал я просто к нему, водителем на промаз, а потом уже просто бойцом был. Открестился уже. Страшно было. Ну, вот в начале в самом деле. Я попал в первый день. Ну, до этого, естественно, по всем там военным фильмам, представление-то было, что такое война, да? Девятая ворота, не знаю, там, Грозовые ворота, ну, такие фильмы, если бы, да? Ну, это все кино, это все не так было. Мы попали туда, ползком ползли, ночь. Я этот перекресток знал, и по мирной жизни я его проезжал тысячу раз. Я не мог понять, где я нахожусь. Настолько все измененное было. Все перекопано, все, ну, движение остановлено. Утром я только понял, когда уже рассвело, что я нахожусь на перекрестке, на Большом, на Ростовской трассе, на переезде. Ну, страха как такового, в принципе, как бы, нет. Вот как-то оно все может быть из-за любопытства или незнания вот этой вот всей ситуации. Ну, там нельзя давать в воду эмоциям, ну, как бы, в первую очередь страху, иначе все будет уже не под контролем. Все, первый вечер там просто обстрел был жесткий, БТР по нам работал. И потом уже было понятно, что это далеко все не кинули мне грошки. Потом уже пошли 200-е, и 3-го июня, который бой был, Сталинград его называют, когда уже я увидел, что такое самолеты-вертолеты. Это, конечно, жесть была. Ну, еще все пережились, наверное. Потом это все было уже. Это задолжение. Как меняется течение времени на войне? То есть, долго тянется день или наоборот, как-то вот не понимаешь иногда, дезориентируешься? Да нет, ну, время тянется, как бы, в принципе, как обычно. Опять же, смотря, что на войне не происходит. Война, это же не означает то, что постоянно идет стрельба и постоянно. Это может быть дни, просто проведенные вот так, допустим, в ожидании обороны или в ожидании наступления. Смотря, чем ты занимаешься, если ты выполняешь какие-то задачи, подгодговка какой-то или еще что-то, ну, естественно, время, когда идет нормальный, который не тянется. Тянется время у тех, кто ничего не делает, и у тех, кто не тянется. Как ты оцениваешь состояние нашей армии сейчас, если сравнить его с ополчением три года назад? Земля нету. Ополчение 14-го года, ну, что это было? Это было... Шахтеры, металлурги, водители, грузчики стояли с палками, которые взяли потом оружие. И которые сейчас полноценная, мощная армия, мощная, не сказать, что это просто армия. Это мощная армия, которая дает отпор до сих пор, как бы, все эти города, все наши границы держатся под нашим контролем. Ну, то есть, значит, она может противостоять украинской армии. А силы противника, вот как ты их оценишь? С силы противника? Ну, противника, во-первых, в первую очередь нельзя недооценивать. Потому что это уже первый шаг поражения, если ты недооцениваешь противника. У них тоже довольно-таки существенная армия и наемных батальонов, каратинов, и нацвардей, и ЧВКшники, и техники у них наибольшой всякой. И воевать они научились тоже, как, в принципе, и мы научились. Если взять, допустим, мы сидим здесь, сейчас три бойца, да, вот нам есть с чем сравнивать, в принципе, как бы сейчас это все происходило, и как происходило это все на тот момент. Научились, кто-то уже стал, допустим, командиром, кто-то был на тот момент командиром, но не имея опыта, сейчас уже все-таки три года война идет, опыт появился. Что-то, понимаем, сейчас не так можно было сделать это, можно было чуть по-другому поступить. Ну, это все опыт. Они точно так же набираются опытом, в принципе. Больше уделяется сейчас моментам именно тактической войны, а не спонтанно обоум-нура, и все, он за идеей, давай, решим. Более того, все продумано. А как можно было бы предотвратить этот конфликт? Вот, минские соглашения, они не соблюдаются, да? Стало меньше командиров наших каких-то. К сожалению. К сожалению, да. Как сгладить этот конфликт, как думаешь? Сгладить конфликт? Да. Вот раз, забыть, и все. Ну, каждый бой на когда-либо заканчивается. Возможно ли в ближайшее время это сделать? Ну, я думаю, конфликт уладится только, наверное, если отойдут их лидеры, их лидеры. Мы будем стоять на своем, это однозначно. И уступать куда-то под ихнюю дудку плясать. Стать там автономией, ну, этого не будет. Только с их стороны, чтобы они нас упустили. Тогда этот конфликт уладится. Ну, для этого у них, наверное, то ли средства должны закончиться, то ли что-то у них там в голове должно перевернуться. Или, что очень вероятно, если там народ начнет вставать. Если народ начнет вставать, возможно, это приведет к какому-то другому, может быть, перевороту. Нужно сменить власть Киеве в первую очередь. Пока будет эта власть, я думаю, результатов, наверное, будет слегка. Скажи, каким ты видишь Донбасс в дальнейшем? Просветающим. Жизнерадостным. Втим, в принципе, сейчас и является. Цветет и пахнет. Субтитры создавал DimaTorzok